Дорогие отцы и священнослужители, братья и сестры, я всех сердечно поздравляю с наступающим воскресным днем и памятью преподобного Иоанна Лествичника. Мы слышим сегодня слова Господа, обращенные к Марии Магдалине, которая оказалась у места, где был погребен Господь Иисус, плакала там, рыдала и начала свой разговор с ангелами, которые были у места воскресения Христова. И потом сам Господь обращается к ней и выводит ее на понимание, что перед ней не просто хозяин этого сада, но сам Господь. И мы слышим слова, которые говорит Господь, «Восхожу к Отцу моему, Отцу вашему и Богу моему и Богу вашему». И мы слышим это замечательное слово «восхождение». Как нельзя кстати, это приходится на воспоминания преподобного Иоанна, который получил свое прозвище по писанию, труду, который он оставил, собирая по разным монастырям монашеские подвиги и пути, этапы нашего духовного восхождения. Иоанна Лествичника. И вот Господь, обращаясь к Марии Магдалине, замечает, на каком уровне этого восхождения она находится. Он не дает ей прикасаться к себе и показывает, что что-то ей не хватает. Ей не хватает действительно этого восхождения. Как замечает священная песнь одной из богослужебных песнопений, Мария еще земное мудрствует. То есть она еще на такой ступени своего духовного восхождения, которое недалеко от земли. И поэтому ей достается часть быть посланницей к ученикам Христовым, чтобы они услышали от нее, что Христос воскрес. Но при этом не дается ей схватиться за Господа, как это сделали уже ученики Христовы в Сионской горнице. И для нас важно понимать, что Господь каждого из нас тоже ведет по пути своего духовного восхождения. Мы начинаем с разных ступеней. И духовный закон говорит о том, что нельзя перескакивать с одной ступени на другую через ступени, не пройдя все этапы духовного восхождения. Мы слышим, конечно, много восхождений в Священном Писании. Есть восхождение Господа из ада в рай. Именно в этот момент Он явился Марии Магдалине, когда уже Он вывел из ада тех, кто там томился и ввел разбойника в рай. Это одно восхождение. Восхождение Его на небо с человеческой плотью, которое мы называем Божественным Вознесением, это другое, высокое, высочайшей степени духовное восхождение Господа. Ибо с этого момента Он становится ходатаем пред Господом, уже с человеческой природой за весь человеческий род. Это стало возможным после победы жизни над смертью, после воскресения Христова. И есть вот это личное наше восхождение. У Марии Магдалины свое, и она не потеряла своей награды. У нас свое восхождение. Но как Господь милостиво обращается к Марии? Он не упрекает ее, что же она не узнала его? Или он не обличает ее, не укоряет и не говорит каких-то слов, возвеличивающих себя и унижающих человеческое достоинство? Он зрит в самое сердце. И с любовью, можно даже сказать, с неким юмором, обращается к Марии Магдалине. Мария, говорит он второй раз, как будто первый раз она не слышала. Тот же самый, Господь к ней обращается. Мария, ты что, еще не узнала? Кто перед тобою? Вот так и Господь нас ласково ведет по этапам нашего земного пути. Если мы не упрямимся, если мы не противимся его божественной воле, он нам грамотно, гармонично показывает эти ступени восхождения. И когда мы пройдем очередной этап в своей духовной жизни, тогда он предлагает нам более высокую степень духовного совершенства. И пока мы не готовы к этой степени, приходится работать над ошибками и делать все необходимое для того, чтобы справиться с тем, что приносит нам наступающий день. Эти заботы, эти наши трудности духовные, которые нужно нам решить, и без которых не войти нам в Царство Небесное, ибо Царство Божие силой берется. И вот это усилие, восхождение, слово восхождение Господа, обращенное к нам, говорит о следующем. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Это наше восхождение, это путь к совершенству, к той высокой степени святости, освященности от Господа, приближение к Нему всей своей жизнью, душою, сердцем, всем помышлением, как о том сказано в главнейшей молитве, заповеди о любви к Богу и людям, всем помышлением, всей душою. С такой силой мы должны стремиться к нашему духовному совершенству. И это восхождение нам теперь открыто и есть возможность, ибо Господь дал нам все средства для того, чтобы мы спаслись, как спаслась Мария Магдалина и все ученики Христовы.